Тему оказания первичной медико-санитарной помощи обсудили на днях депутаты Госсобрания Мариэл, на прошедших на базе классического университета парламентских слушаниях. Помимо депутатов, в совещании приняли участие преподаватели и студенты университета, главы администрации районов республики, главные врачи районных и городских больниц. По итогам слушаний был сформирован список рекомендаций, которые направили профильным министерствам и ведомствам. На что обратили внимание депутаты? Подробности далее. Парламентские слушания в классическом университете начались с ознакомительной экскурсии по Центру аккредитации и симуляционного обучения, который с недавних пор функционирует при ВУЗе. Оснащенный по последнему слову технике, Центр служит базой для подготовки будущих врачей. Здесь можно до автоматизма закрепить навыки и умения при проведении процедур. Ну а действующие специалисты имеют возможность повысить свою квалификацию. В целом, медицинский институт за 7 лет превратился в самое крупное структурное подразделение опорного ВУЗа республики. Его дальнейшее развитие поможет улучшить ситуацию с подготовкой квалифицированных кадров для ВУЗов региона. Впрочем, кадровый вопрос – не единственная тема парламентских слушаний. Депутаты обсудили и реализацию нацпроектов, и работу скорой помощи, и обеспечение пациентов лекарствами. Данные парламентские слушания инициированы Комитетом Государственного Собрания Республики Мариел по здравоохранению, культуре и спорту. И сегодня мы затронули такие основные вопросы, животрепещущие, они как тектонические плиты, постоянно находятся в резонансе. И, наверное, никогда не будут в спокойном состоянии. Поэтому сегодня мы эти вопросы подняли. Это вопросы демографии, обеспечения кадрами медицинских организаций и системы здравоохранения в целом. Это вопросы рождаемости и смертности. То есть это такие вопросы, которые не могут просто так пройти мимо. И эти парламентские слушания созданы не для того, чтобы просто сделать очередное проходное мероприятие, а для того, чтобы действительно найти какие-то методы решения, способы. Это как диалог между законодательной и исполнительной властью нашего региона. Максим Бронников, выступая перед парламентариями, обратил внимание на законопроект по организации передвижных аптек. Это особенно важно для жителей сельской местности. Законопроект в первом чтении уже приняли в Госдуме России. И Бронников призвал сенаторов и депутатов российского парламента, представляющих МРИЛ, поддержать его при дальнейшем рассмотрении. Министр здравоохранения республики Марина Панькова подробно остановилась на проблеме дефицита медицинских кадров. Сегодня в регионе не хватает около 300 врачей. Решением может стать разработка механизма, понуждающего студентов-целевиков отрабатывать вложенные в их обучение бюджетные средства в медучреждениях республики. Эти и другие темы требуют детальной проработки, в том числе на законодательном уровне. Сегодня в конструктивном обмене мнениями поднимались важные вопросы отрасли. Это и финансирование, это внедрение бережливых технологий, обновление медицинских зданий, переснащение больниц, медицинское обслуживание и лекарственное обеспечение в удаленных населенных пунктах. Также своевременное государственное, также совершенствование государственного лекарственного обеспечивания сложных пациентов, решение кадровой проблемы, подготовка и привлечение молодых специалистов. Ну и, наконец, повышение статуса врача в обществе, мотивация медицинских работников для работы в новых условиях, меры социальной поддержки. Считаю, предоставленная на слушаниях подробная информация была очень полезной для всех депутатов. А прозвучавшие предложения и принятые рекомендации будут способствовать решению существующих проблем первичного звена здравоохранения. Пакет рекомендаций марийских парламентариев сформирован с учетом мнений представителей медицинского сообщества. Рекомендации направлены в профильный комитет госсобрания, в Минздрав и Мингосимущество МРИЛ, а также в органы местного самоуправления.